Как цифровые технологии могут поменять содержание образования? Я должен извиниться, мы должны были этот вебинар вести с Александром Анатольевичем Поповым, но тот не смог, к сожалению, в силу занятости здесь быть. Поэтому я буду один, тем более, что за цифру в нашем творческом коллективе отвечаю я. Давайте для начала я проведу краткий экскурс в область того, как за последние 20 лет изменились средства производства цифрового контента. У меня есть такая карта MindMap. И это будет хороший старт. Давайте посмотрим, как технологии повлияли на жизнь детей и взрослых. Вот смотрите, с 90-х годов запустился вот этот тренд, когда средства производства и дистрибуции цифровых продуктов, а это как бы технологическая сфера, стал как бы охват аудитории, пользователей и тех, кто потребляет, и тех, кто производит, стал стремительно, экспоненциально увеличиваться. Все началось с музыки. В 90-х годах появилась программа Logic, которая позволяла писать музыку буквально на коленках. Возможно, помнится, как это делал Моби. Про него начали говорить, что он делает музыку на лэптопе в своей спальне. Затем где-то в 2000-х с выходом программы iMovie для Mac производство персонального видео стало общедоступным. Если когда-то в эпоху VHS, это не битакам, это было доступно только профессионалам, нужно было дорогостоящее специальное оборудование, то с выходом iMovie и Final Cut Pro, такие программы были, еще, собственно, и живут до сих пор, это стало доступно широким массам. Там же в 2000-м году, примерно начиная, эта эпоха маркирована термином Web 2.0, производство и дистрибуция текстового контента очень сильно демократизировалась. Появились платформы, позволяющие любому желающему запустить свои средства массовой информации, такие как «Живой журнал», если кто-то еще помнит, и WordPress. Ну, современное поколение знает тильду, это, в общем-то, то же самое, только более такое хиповое, с современными лейаутами. И эта технологическая инновация, она маркировала, в общем, начало конца бумажных газет во всем мире. Чуть позже Apple выпустили iPod и iTunes, создав новую модель дистрибуции цифрового контента. А до них еще Napster пытался это делать. И это маркировало конец доминирования записывающих лейблов и смерть магазинов, компакт-дисков. Помним, как эти гигантские мегасторы, где на полках были разложены винил и компакт-диски, просто начали в одночасье схлопываться. Потом на сцене появляется в 2005 году YouTube, а спустя 10 лет видеоблоги, чему уже свидетели, мы все самые юные из нас. И это повлекло большие последствия для эфирного телевещания. Как мы сейчас прекрасно знаем, аудитория YouTube и похожих каналов превышает в некоторых сегментах возрастных аудиторию эфирного телевещания. 2007 год, когда стандарт и ПАП стал общепринятым и вышли инструменты для создания электронных книг, внес в элепту в глобальные изменения в книгоиздании. 2005 год появления соцсетей и агрегаторов новостей сделал возможным так называемый participatory media и контент, который генерируют сами пользователи. Каждый начал сам формировать свою новостную ленту. Тогда заложились основы для тех самых информационных пузырей, когда человек находится в удобной для него медийной среде, отфильтровывая все, что им не подходит. 2007 год, наступление мобильной эры с выходом айфона первого поколения. Ну, понятно, что здесь ряд технологических инноваций сложились вместе. Это удешевление хранения данных, быстрый и дешевый мобильный интернет, бесплатный Wi-Fi, по которому Россия, наверное, мировой лидер. Рост коннективности пользователя, он всегда получил возможность оставаться на связи. стремительно дешевеющие смартфоны и возможность набирать текст, монтировать видео, аудио, рисовать на относительно небольших тачскринах. Все это сложилось вместе и мы перешли в эпоху мобайл. Сюда же можно добавить изменения, которые произошли с компьютерными играми. Они тоже стали мобильными, благодаря тому, что смартфоны, они... Смартфоны в 2009 году значительно мощнее по вычислительным способностям, чем персональные компьютеры, десктопные в середине 90-х. Случилась так называемая революция казуальных игр. Как она маркирована? В соответствующей литературе большинство людей стали играть на своих смартфонах. во всех подходящих и неподходящих ситуациях. Вот в чем дело. 2011 и 2017 год связаны, конечно, с термином Big Data, когда количество данных, накопленных в компьютерных сетях, превзошло всемыслимое и немыслимые прогнозы. И здесь в 2000 году, например, далеко не всем было понятно, кроме визионеров, а что так много шума насчет персональных данных. Это стало очевидно... Почему так много шума стало очевидно в начале текущего десятилетия, когда на основе этих данных стали строиться целые глобальные сервисы, мощные информационные системы с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта в какой-то форме и с развитием облачных платформ. Облачные платформы следует особенно упомянуть, потому что это так же сделало... Так же, как YouTube облачная платформа для видео, так и облачные платформы для вычислительных стали массово доступны и дешево и дешево вплоть до бесплатных. Любой желающий может сейчас развернуть где-то своего чат-бота. И здесь мы переходим к следующему шагу. Как демократизация средств, как бы доступа к этим вещам повлияло на массовое распространение технологий. Чат-боты, которые можно запускать в мессенджерах, резко подняли спрос на облачный хостинг и хостинг приложений, связанный с обработкой данных искусственным интеллектом машинным обучением и так далее. Ну и создание игр, в свою очередь, тоже перестало быть уделом профессиональных компаний, которые этим занимаются. Как вы прекрасно знаете, многие компании выпустили игрушки, которые позволяют приобрести навыки программирования уже в возрасте пяти лет. Это Swift Playgrounds, сделанная Apple. Куча независимых производителей выпускают всякие игры, которые дают детям представление о том, что есть... не то, чтобы программирование, может быть, но алгоритмы. И, как вы знаете, масса курсов сейчас по Python в применении к производству игрушек. Вот так мы шли-шли-шли с 2000 года, даже с конца 90-х, и пришли бабах, к тому, что государство отреагировало на вызовы цифровой экономики, несколько запоздало, но мощно, я бы сказал, появился запрос на раннюю парфориентацию в цифровой экономике. Это выразилось в нескольких правительственных инициативах, национально-технологическая инициатива, программа цифровая экономика Российской Федерации, стратегия развития информационного общества в РФ на 17-е по 30-е годы, и, насколько я понимаю, это ведомственная программа цифровая образовательная среда в Российской Федерации. Таким образом сформировался запрос на парфориентацию молодых людей в этой новой цифровой реальности, если можно так сказать, реальность, которая названа цифровой экономикой. причем как бы не все гладко естественно здесь с этим. Существующие правительственные программы, вот я сейчас запустил слайд, наверное, видно, кадровую проблему констатирует, формирует такой запрос со стороны государства на эту парфориентацию, но какой-либо направленный фокус на ознакомление старших школьников с базовыми технологиями, предметными областями, отсутствовал до последнего времени, причем обработка данных, одна из важнейших в этой сфере областей, имеет очень высокий порог входа, если можно так сказать. Профессиональные инструменты в этой области требуют знания специфических вещей, связанных с программированием, знания специфического ПО, интерфейсы от дружественности очень далеки, материалы для самообразования требуют знания английского за пределами школьной программы, и наиболее успешные проекты, которые мы в этой области знаем, школа анализа данных Яндекса, они требуют знаний университетского уровня, для примера я перевел здесь на слайде пример вступительного экзамена в школу анализа данных Яндекса, попробую увеличить, к сожалению разрешение не позволяет оценить эту мощь. С другой стороны программы, которые существуют для школьников в сфере дополнительного образования, ну, они по-своему как бы выполняют свою задачу, но опять же, какую задачу они выполняют? Если говорить про цифровую экономику и решение кадровой проблемы, да, цифровой экономики, кадры для цифровой экономики, собственно, федеральная программа, да, как этот запрос, как это этот контекст технологический, который сложился к настоящему времени, влияет на образование, на содержание образования, тут, наверное, можно говорить про два подхода. Один, давайте назовем его лобовой, когда детям, ну, во-первых, недавно беседовал с Борисом Даниловичем Элькониным, он страшно ругался по поводу того, что, ну, что такое цифровизация, взяли учебники обычные для средней школы, оцифровали и выложили их в цифровом виде. Как это влияет на содержание образования? Да никак, просто как бы носитель изменился и все. Во-вторых, превалируют дополнительные курсы, связанные с предметным обучением, ну, то есть курсы, связанные и программы, связанные с инженерией, робототехникой, STEM различные для детей курсы, программирование, вот, но это именно предметное обучение, это не образование, да, как мы его понимаем в деятельностном подходе. Именно поэтому вот Александр Анатольевич Попов, да, спросили, кванториум это обучение или образование? Нет, это обучение, потому что эти программы заточены по развитие предметных навыков ставятся учебные задачи, а не образовательные, как правило. Что же, как бы, как мы видим альтернативу этому сложившемуся уже тренду? Тут нужно сказать, что 20 лет назад уже нашей группы, ну, в лице Александра Анатольевича Попова был создан такой стравообразовательный ресурс под названием геоэкономика, геополитика, геокультура. Я сейчас просто на его примере покажу, как можно использовать вот эти вот технологические инновации, которые сейчас массово доступны для решения именно не учебных, а образовательных задач. Дело в том, что там технологии, ну, то есть статистическая обработка, геоинформационные системы были использованы для решения именно образовательных задач. То есть вся вот эта вот цифра, да, если совсем общо говорить, и навыки, связанные с работой с цифровыми продуктами, они являлись не были как бы фокусом обучения, они служили лишь опорой для решения задач более широкого предметного спектра. Ну, например, вещи связаны с диаграфией экономической. когда студент, школьник, старшеклассник, да, получает возможность смотреть на данные, сопоставлять эти данные и решать какие-то задачи связанные с гуманитарным знанием, например, с экономическим геополитическим в том числе. То есть вокруг, собственно, технологий существовала такая, как бы, гуманитарная обвязка, и она-то была, как бы, самым главным в применении этого цифрово-образовательного продукта. Я на секунду загляну в чат, что здесь происходит про информационный пузырь. Да. Зона такая личного медийного комфорта, действительно. Мы по-прежнему одни, я вижу, да. Продолжаем, значит. И вот тогда этот цифровой образовательный ресурс стал победителем одного из конкурсов, но в каком-то смысле опередил время. Если мы посмотрим на ту шкалу, на ту схему, которую я давал в самом начале, то он выпущенный где-то в 2001, что ли, опередил многие ступени, по которым еще предстояло пройти массовому пользователю, чтобы дойти до самостоятельного использования вот таких вещей. Сейчас мы переупаковываем этот продукт в новую форму на новых носителях и конечно предпосылки для этого существуют. Когда-то это был ресурс изданный на CD-ROM с захардкоденными данными, которые невозможно было изменить без танцев с бубнами, как говорят программисты. но сейчас мы конечно думаем о том, чтобы перевыпустить этот продукт уже в онлайновом виде и у него конечно две составляющие, как я уже сказал. Собственно, программное решение это самое может быть простое, но самое дорогостоящее, которое заключается в том, чтобы создать дружественный интерфейс для пользователей, для школьников современной, когда они могут брать разные датасеты, компилировать их и использовать для решения вот собственно образовательных задач, когда ставится какая-то гуманитарная задача или связанные с анализом каким-то социокультурных реалий или сконструированием может быть даже каких-то управленческих решений на основе закономерностей, которые могут быть выявлены при анализе данных, которые школьник сводит в одну тапличке средствами машинного обучения. Ну, понятно, что это должно быть мультипульс, платформенно и мобильно, все сейчас. Это позволит быстро овладевать вот этими методами анализа знания, даже, может быть, не погружаясь очень глубоко в математическую статистику. в принципе, это как бы, что здесь важно? Важна профессиональная опроба, вы понимаете, и самоопределение школьника по отношению вот к этой области анализ, анализ данных. вот этот продукт, который мы думаем, он позволяет решить эту задачу. Надо тут сказать, что государственные инициативы буквально вот в последние пару лет радуют. Вот конкретно есть такой проект «Кампус молодежных инноваций», запущенный фондом поддержки новых форум образования проектным офисом Министерства просвещения. Чем знаменателен этот проект? Ну, он поддерживает разные программы в детских летних лагерях отдыха. Конечно, большинство программ связаны с инженерной практикой. Ну, вот что хотелось бы отметить. Впервые, насколько я понимаю, участвовать в программе, поддержанной Министерством, могут не базы отдыха, не образовательные реестровые организации, а образовательные команды. То есть, какие-то группы, пусть даже в статусе коммерческих юридических лиц, если они обладают качественной, интересной образовательной программой, контентом каким-то, ценным для детей, и с точки зрения программы кадра для цифровой экономики, могут быть поддержаны. и буквально на прошлой неделе состоялся семинар для получателей поддержки этой программы. Там были самые разные организации, и государственные, образовательные, и частные. Это было очень интересно. мы тоже в этом участвуем. Мы запускаем буквально через 20 дней собственный кампус. Он называется Data Campus. Основа анализа данных и машинного обучения. Это такая летняя школа, происходящая конечно осенью в Кемеровской области, где мы будем знакомить старшеплассников с основами анализа данных. Но, как я уже сказал, здесь важна именно вот эта гуманитарная обертка. Мы учим их не только предметным навыкам, которые вы видите в пункте 2, питом для анализа данных и машинного обучения. Но сначала ставим перед ними, вводим их в социально-экономическую проблематику. То есть предлагаем им задуматься о проблематике региона, страны, предлагаем им на рассмотрение открытые данные министерств российских федеральных агентств, которые они могут использовать для того, чтобы количественно оценить те или иные процессы, которые в этих сферах протекают. Найти и дальше даем инструменты, используя которых, которые они могут построить некоторые модели данных и к десятому дню, когда заканчивается смена, выстроить какую-то предиктивную аналитику в своей сфере. Это задача максимума. В первую очередь, конечно, это дать ощущение, как их предметные навыки в области программирования на питоне с использованием соответствующих программных пакетов можно использовать для анализа в самых разных категориях, чтобы они могли самоопределиться по отношению к этой практике, анализа данных по отношению к этой профессии, организовать для них профессиональную пробу. И в конце у нас происходит что-то вроде гуманитарного такого хакатона, когда они используют на основе результатов, которые они получили, предлагают какие-то управленческие решения. Это очень важно, поскольку здесь мы касаемся сферы тоже принципиально важной управления на основе на основе данных. То, чем пронизана вот эта идея цифровой экономики, национальной технологической инициативы и так далее. Очень интересно, университет 2035 тоже проводит такой ликбез в области анализа данных, но для государственных служащих на острове в прошлом году и был специальный поток, организованный для региональных служащих, для команд губернских, где их прокачивали по теме управления на основе данных. В сущности давали, наверное, тот же материал в облегченной, кстати, скорее всего, форме то, что мы собираемся давать 9, 10 и 11 классникам в рамках вот этого дата-кампуса. Вот. Я не педагог, я психолог, поэтому больше о нашем образовательном подходе можно узнать из блога. профессионал образования, которое мы ведем. Там вот есть конкретно очень интересный третий выпуск, где Александр Анатольевич рассказывает как раз о разнице в предметных и образовательных задачах. Делает такой обзор, что в России сейчас происходит. Вот. как такие продукты, как летние лагеря, да, и летний образовательный отдых может быть использован для работы с самоопределением старшеклассника. Послушайте, это очень, на мой взгляд, интересно. и подкаст такой очень короткий, там 35 минут, кажется. Вот по этому адресу все выпуски, там можно выбрать любой удобный для вас способ прослушивания. Apple, Android, можно прямо на сайте там служить. Apple Music, Spotify и так далее. Или вот по QR-коду, если навести ваши мобильники на этот QR-код, он тоже вас приведет на сайт с этим подкастом. Ну, это наша образовательная команда на дата-кампусе. Исай Анатольевич, я и два выпускника Мехмата Новосибирского. Здесь не перечислена большая тьютерская группа, которая будет помогать школьникам в решении аналитических задач. Фрагменты веб-сайта. Вот, я с удовольствием послушаю, отвечу на вопросы. Если кто-то здесь появился. Вот. И накидаю адрес. Это подкаст. А это сайт, где выложены разработки, методические материалы, связанные с применением подхода развивающего обучения для старшей школы. для для очень много материалов по программам дополнительного образования, их оценкам. и там же есть ссылка на цифровой образовательный ресурс в его первой редакции. Ну, наверное, на этом все. Большое спасибо. надеюсь, кому-то это будет полезно. Спасибо.